При поддержке Alcatel OneTouch Компании Gameloft, которая является одним из самых успешных и заслуженных разработчиков игр для платформы Android, можно относиться по-разному. С одной стороны, они часто выпускают примитивные игрушки с бешеным донатом. С другой, в их тайтлах всегда отличная графика, а сами игры можно скачать бесплатно. Давай же разберемся, чего в их играх больше, хорошего или плохого. Brothers in Arms 3 Один из последних на сегодняшний момент шутеров от геймлофтовцев. Который сразу после выхода попал просто-таки под шквал. Нет, под тайфун критики. Основная претензия геймеров, сделайте, блин, нормальный порт Brothers in Arms с PC, а не эту подделку с полным отсутствием сюжета и тесными уровнями. Свободы тут и правда немного. Главный герой, который, кстати, очень похож на Бродопита в фильме Ярость, бежит, прячется за укрытием, снова бежит, снова прячется, и так, в принципе, всю игру. А вот чем берут братья по оружию, так это сочная, пусть и не с самой передовой картинкой, и очень красивыми локациями. Особенно сочно все это выглядело на экране нашего Alcatel Vantage Idol X Plus. Да и в механике периодически проскакивают интересные моменты. Каждую миссию мы начинаем с напарником, который обладает определенной крутой характеристикой. Например, умеет вызывать авиаудах или попадать белке в глаз с расстояния в километр. Чем дольше играете, тем большее количество братьев вам открывается, так что, как минимум, название этой все-таки неплохой игры полностью оправдано. Тор 2. Царство тьмы. Официальная игра по одноименному фильму и со, скажем так, полностью лицензированными героями, которых с натяжкой можно назвать похожими на экранных персонажей. Как и в фильме, Тор здесь мега силен. Нам, честно говоря, так ни разу погибнуть и не удалось. Главным оружием, конечно же, выступает молот, которым не просто можно долбить вражин по голове, а еще и швырять его куда необходимо, после чего он вернется к вам в стиле бумеравы. Помимо этого, Тор умеет призывать на свою сторону громовые молнии и прекрасных дев-лучниц. И Натали Порпну, наверное, но до этого момента мы так и не дошли. Интересный момент припрятался в графе управления. Его здесь на выбор два вида. Ходить можно как при помощи виртуального джойстика, или же просто указывая Тору точки на локации. Однозначно не стоит искать здесь души или желание разрабов создать идеальную игру. Но фанатам фильма все это может прийтись очень даже по вкусу. Danger Dash Перед вами Раннер. Наверное, самый популярный сейчас жанр на андроиде. В чем отличие этой игры от всех остальных? Ну, за главным героем постоянно бежит стая тигров. Неплохой стимул для забега. Хотя вы же их все равно не видите. Наш искатель приключений, кстати, и сам умеет в тигра превращаться. А вот это уже оригинальненько. Также на уровнях вы постоянно натыкаетесь на своеобразные ворота. Одни вас ускоряют, другие замедляют. И если отвлечься от этих моментов, то перед вами обычный, в общем-то, Раннер. Запустили, поиграли денек, удалили. Прощай, Danger Dash, ты не получишь мои денежки. NFL Pro 2013 Когда человек из СНГ попадает в плей-маркете на американский футбол, то реакция примерно следующая. Блин, круто, конечно, но я же нифига не шарю в правилах. И все на этом. А разобраться в них не так уж и сложно. По сути, на поле есть квотербэк и все остальные. Задача квотербэка из позиционного нападения – удачно швырнуть мяч нападающему, который должен добежать до очковой зоны и сделать тачдаун. Выбирайте форварда с умом. Он должен быть открыт на поле. Нам было вполне удобно выбирать его на экране нашего 5-дюймового смартфона Alcatel Vantage Idol X+. Можно также просто отдать пас ближнему, а этот ближний пусть уже сам бежит за славой и трофеями. А сделать это реально. Для нападающего здесь есть иконки ускорения, финта, а также режим барана. Да, да, мы не шутим. Обнимаем мяч и склонив голову, бежим на пролом. И знаете, вот мало какой спорт может сравниться по адреналину с моментами, когда ваш нападающий выходит на открытый простор и просто убегает от всех противников. Backstep HD Backstep, на наш взгляд, одна из самых недооцененных мобильных игр всех времен. По сути, перед нами продукт, очень похожий на серию Assassin's Creed. И ничего удивительного в этом нет, ведь геймлофт является частью Ubisoft. У нас здесь история про пирата. Может и банальная, но довольно-таки интересная. Вообще, главное, чтобы в кадре постоянно маячили полураздетые девицы. И с этим здесь, слава богу, все в полном порядке. Главная же фишка игры, просто огромнейшие локации, которые даже и не думают стеснять игрока в действиях. А в крупных городах разрабам порой удается еще и напустить в кадр какие-то немыслимые толпы народу. Знаете, очень странно видеть все это на экране своего смартфона. Да и в целом, к картинке никаких претензий. Вы только зацените эти живописные локации. И как и любой герой любой серии Assassin's Creed, наш удалец умело дерется. Умеет вырывать мушкеты из рук противника и ловко контратаковать. И по крышам умеет бегать. Еще и Скалолаз. Перед вами одна из лучших игр на Android и iOS. А ее низкий рейтинг объясняется лишь тем, что в свое время она не запускалась на многих устройствах. А какая игра понравилась тебе больше всего? Что ты вообще думаешь о донате? Пиши нам в комментариях. Нам интересно. Правда.